В последних числах декабря ушедшего года Слонимской финансовой милиции было выявлено экономическое преступление на одном очень крупном предприятии строительной отрасли Волковыска. За уклонение от погашения кредиторской задолженности, которая насчитывает, внимание, миллиарды рублей, возбуждено сразу три уголовных дела в отношении руководителя данной фирмы. О его денежных махинациях рассказывает начальник Слонимской финансовой милиции Сергей Туптало. Даже скажу больше, данное предприятие является одним из крупнейших предприятий подобного рода в республике. Смысл его преступных действий заключался в том, что на протяжении 2014-2015 года, являясь генеральным подрядчиком на ряде строительных объектов, заказчиком которых, к примеру, выступал Евроторг, сеть магазинов Европы по всей стране, в том числе на территории Грозенской области, указанный субъект хозяйства, указанный директор заключал договор на строительство подобных супермаркетов в сети Евроопт, в дальнейшем привлекал для непосредственного выполнения работ предприятия, расположенных в данных населенных пунктах, к примеру, в его городском поселке Зелево данные строительные работы выполняла местная МПМК. В дальнейшем получал денежные средства в качестве оплаты за строительные работы, однако не производил перечисления этих денежных средств в адрес того субъекта хозяйствования, который непосредственно данная строительная работа выполнял. Вот и получалась интересная ситуация. То есть фактически лицо само, руководитель предприятия, который только подписал договор, а в дальнейшем получил денежные средства за работы, которые даже не выполнял, не удосужился вернуть эти многомиллиардные денежные средства тому предприятию, которое данная строительная работа выполняла. Что, в свою очередь, повлекло невыполнение данным предприятиям, уже Зелинским, своих обязательств по заработной плате, налогам и тому прочее. Мирным путем данные вопросы, конечно же, у них, к сожалению, не удалось решить. Из-за защиты своих интересов Зелинское предприятие, к примеру, а кроме Зелинского имелось еще ряд Минских и Гронинских предприятий, обратились в экономический суд, который, естественно, вынес решение о том, что в пользу кредиторов следует взыскать с Волковойского предприятия многомиллиардные суммы задолженностей, однако и это не принесло своего результата. Денежные средства используются в Волковойском предприятии совсем на другие нужды. К примеру, располагая такими вот большими денежными средствами, еще раз повторю, многомиллиардными суммами, данный предприимчивый директор успел в городе Волковойске построить два многоквартирных жилых дома, которые тут же предлагал к реализации, мотивируя и стимулируя спрос граждан на приобретение этих домов как раз-таки их небольшой якобы как рыночной стоимостью. И если разобраться глубже, то как раз-таки их небольшая рыночная стоимость заключалась как раз-таки в том, что данное предприятие не привлекало какие-то кредитные денежные средства, а фактически использовало денежные средства иных субъектов хозяйственных, которые попросту должны его обернуть. Итог проверки финансовыми лиц это возбуждение уголовного дела по статье 242 уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от погашения к директорской задолженности по вступившему в законную силу решению экономического суда. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем субъектам хозяйствования, индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц, которые, возможно, смотрят нас, которым знакома система экономических судов и, возможно, у которых на исполнении имеются решения экономических судов, относитесь к таким вопросам в данной сфере деятельности очень внимательно. И запомните, что неисполнение при наличии возможности решения экономического суда влечет установленную законом административную ответственность, предусмотренную статьей 11.18 Кодекса административного правонарушения, либо уголовную ответственность, что еще тяжелее, предусмотренную статьей 242 уголовного кодекса Республики Беларусь. Коррупционный скандал разразился в нашем районе. Одного из руководителей местного сельхозкооператива обвиняют в превышении служебных полномочий. С материалами уголовного дела нас знакомит Сергей Туптало. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Сломинского района на основании материала проверки, собранных финансовыми милициями, Сломинским международным финансовым расследованием. Субъект преступления, то есть лицо которого совершил данное преступление, руководитель одного из сельскохозяйственных производственных кооператива, расположенных на территории Сломинского района. Суть данного преступления заключалась в том, что на протяжении 2014-2015 года директор данного СПК, руководитель данного сельскохозяйственного производственного кооператива, имея в своем распоряжении, в распоряжении предприятия, три единицы специального транспорта, назовем их погрузчики МКДОР, привлекал для выполнения работ стороннее физическое лицо, заключая договор вначале с его отцом на протяжении 2014 года, а в 2015 году уже непосредственно с самим гражданином, который имел в своей собственности такой же, по сути дела, с теми же техническими характеристиками погрузчик типа МКДОР и оказывал услуги для СПК. Возникает вопрос, в чем же была такая необходимость, срочная необходимость при наличии своих трех погрузчиков привлекать для выполнения данных работ стороннее физическое лицо. Причина, со слов директора, заключалась в том, что данные погрузчики, которые находились у предприятия, постоянно ломались. Однако следует отметить, что общий размер денежных средств, который был выплачен физическому лицу, который оказывал данные услуги, составил более 300-400 миллионов белорусских рублей, которые были выплачены непосредственно из кассы предприятия. При этом же сумма денежных средств, которые необходимо было бы потратить на ремонт своих погрузчиков, а значит, обеспечения возможности выполнять те же работы своими собственными транспортными средствами, с привлечением своих же работников, с выплатой им достойной заработной платы, использовано не было. Общий размер ущерба, который причинен действиями такого вот руководителя предприятия, составил более 200 миллионов белорусских рублей. Более 80 миллионов белорусских рублей финансовой лиции удалось заблокировать от окончательного расчета с данным физическим лицом. Может возникнуть вопрос, на каких же условиях был заключен данный договор. Хотел бы отметить, что на условиях финансовой милиции при совместной проверке с гражданской частью Комитета государственного контроля было обращено внимание. Так вот, согласно условиям договора, к примеру, данному физическому лицу предоставлялось безвозмездно топливо для работы на данном погрузчике. Причем, если свои собственные погрузчики в хозяйстве на них были разработаны соответствующие нормы расхода топлива, предусматривающие, к примеру, расход топлива, дистоплива не выше 8 литров, то данному физическому лицу, с которым был заключен такой хозяйственный договор на оказание услуг, предоставлялось уже топливо в расчете 10 литров. То же самое касалось и расценок за производимую работу. Если имеющиеся три свои погрузчика в хозяйстве и работающие на них люди получали зарплату, так как работали на основании трудовых договоров, и данная зарплата была, ну, назовем ее, очень и очень скромной, то данное физическое лицо и применяемые миросценки и выплаченные деньги за средства позволяли говорить, что условия работы для него были созданы, ну, гораздо в несколько раз более привлекательные, чем для своих же работников. Результат, повторюсь еще раз, это возбуждение прокуратуры Слонинского района уголовного дела по части 3 ст. 426 Головного кодекса Республики Беларусь, предусматривающая ответственность, уголовную ответственность в данном случае за превышение власти либо служебным полумочиям. В следующем выпуске, посвященном деятельности Слонинской финансовой милиции, Сергей Туптала расскажет о выявленном в январе факте незаконной предпринимательской деятельности нескольких граждан, получивших доход в особо крупном размере.